В последнее время встречающие воспаленные ума обывателей беспокоит гипотетический военный конфликт двух держав – России и США. Вряд ли можно допустить, что военное столкновение между двумя этими странами возможно. В то же время представим себе столкновение двух армий лоб в лоб на едином поле брани. Итак, численность населения России на 15-й год составила 146 миллионов человек. Население США – 320 миллионов. Резервные войска США – 850 тысяч. Россия – 2 миллиона 100 тысяч. Всего под ружье США поставят сходу 2 миллиона 270 тысяч человек. Россия – 4 миллиона 250 тысяч. Основной ударной силой сухопутных войск являются танки. Они способны выполнять достаточно широкий круг военных задач. Танковые соединения вводятся в область, где прорвана оборона противника. И благодаря сочетанию своей высокой мобильности, огневой мощи и значительной автономности могут продвигаться вглубь занимаемой противником территории. Перерезая пути снабжения, разрушая объекты военной инфраструктуры, уничтожая штабы и узлы связи, а также блокируя развилки дорог. На вооружении армии США по состоянию на 2014 год находятся следующие танки. Абрамс М1 производился с 1980 года. На 2014 год их насчитывается 3200. Абрамс М1А1 выпускался с 1984 года, количество 4800. Абрамс М1А2 выпускается с 1992 года, количество 1200. На вооружении и хранении в армии России по состоянию на 2014 год находятся следующие танки. Т-55 производился с 58, количество 2800. Т-62 производился с 61, количество 2500. Т-64 модификации А и Б выпускался с 69, количество 2000. Т-72 модификации А и Б производился в Тагиле с 74, количество 8900. Т-80 и модификации Б, БВ, У, в том числе с газотурбиной и силовой установкой. Производился в Омске и Тагиле с 76 года, количество 3650. Т-72Б3 количество более 600. Т-90 «Владимир» и модификации. Производится с 1990 года в Нижнем Тагиле. Количество 750 единиц. Всего в армии России на 2014 год насчитывается 20 800 танков. Это в два раза больше, чем в армии США, у которой насчитывается 9 200 танков. Подробное сравнение танков смотрите на этом канале в следующих выпусках. Для доставки личного состава к месту выполнения боевой задачи используются боевые машины пехоты и бронетранспортеры. На вооружении армии США стоят следующие машины. БМП «Страйкер» М11-20 в количестве 4200. Бронетранспортер М11-13 в количестве 14000. Броневик М11-17 на 1800. БМП «Брэдли» 6400. М88 «Геркулес» 2400. Бронетранспортер М93 «Фокс» 130. РГ33-1700. Интернешнл «Макс Про» 187. У России на вооружении стоят. БМП-1 – 8000. БМП-2 – 4500. БМП-3 – 500. Мотологи – 7000. БТР-60 – 8200. БТР-70 – 8082А – 8000. В России на 2014 год насчитывается 36000 бронетранспортеров. У США – 3817. В то же время гусеничная техника передколесная имеет значительное преимущество на Европейском театре действий. В России в распутицу может застрять не только колесная техника, но и танк. На вооружении США в гусеничном исполнении только М113 образца 1960 года. Вооруженный одним 12,7-мм пулеметом М2. Для сравнения, БМП-2 имеет 30-мм автоматическую пушку 2А42, пулемет 7-62 и ПТУР «Конкурс» с четырьмя зарядами, который способен спалить танк типа «Абрамс» на расстоянии 4 км. Основная ударная сила сухопутных войск – это артиллерия. Благодаря большой дальности стрельбы и мощности огня, артиллерия может выполнять весьма разнообразные огневые задачи. Например, подавлять живую силу, огневые средства, уничтожать объекты или бронетехнику. В настоящее время американская армия располагает самоходной артиллерийской установкой М109 «Паладин» в количестве 1900 единиц. Самоходная гаубица была разработана в 60-х годах. Калибр – 155 мм. Максимальная дальность стрельбы – 22 км. Максимальная скорострельность – 4 выстрела в минуту. У России на вооружении стоит следующая система – МСТА-С в количестве 650 единиц. Дальность стрельбы – 24 км. Максимальная скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Это на 6 выстрелов больше, чем американский М109 «Паладин». 2С-3 «Акация» – количество 1800. 2С-1 «Гвоздика» – количество 2200. 2С-34 «Хоста» – количество 50. 2С-5 «Гиацинт-С» – количество 950. 2С-4 «Тюльпан» – количество 430. Итого, российская армия имеет 6500 самоходных артиллерийских установок против 1900 у штатов. Для высокой огневой производительности и возможности одновременного поражения цели на значительных площадях применяются реактивные системы залпового огня. На вооружении армии США стоят следующие комплексы – М142, 400 систем, М270 в количестве 870 – всего 1270. В России стоят на вооружении БМ-21 «Град» – 3000 единиц, 9К-55 «Град-1» – 420, Торнадо «Г» – 56 комплексов, БМ-27 «Ураган» – 900 систем, БМ-30 «Смерч» – 106 единиц и ТОС-1 «Буратино» – 13 комплексов. Всего 4500 систем против 1270 у США. Из буксируемой артиллерии в Штатах М119 в количестве 327 и М3-7 «580» систем у России на вооружении стоят буксируемые гаубицы 2А65 М100Б – 750 единиц, Д-20 – 1027, Б-4М – 40 единиц, Д-1 – 700 единиц, гаубица М30 – 3750 штук, МЛ-20 – 100 стволов, М-47 – 50 единиц, М-46 – 650 систем. Всего в России более 7000 гаубиц против 907 у США. Для разведки, уничтожения цели на земле, перевозки людей и грузов применяются вертолеты различных классов. Армия США имеет ударные вертолеты «Апач-64» в количестве 740 единиц. Войно-транспортные вертолеты «Си-Эч-47» «Чинок» – 100 единиц. Многоцелевые вертолеты «Мэй-60» – 1100 бортов. Многоцелевые вертолеты «Ю-Эч-72» «Лакота» – 10 единиц. А также легкие штурмовые вертолеты «Оэн-6» – 20 единиц. У Военно-воздушных сил Российской Федерации насчитывается следующий парк вертолетов. Ударный вертолет семейства К-50, К-52 – 85 единиц. Транспортный боевой вертолет Ми-24, Ми-35М – 670 единиц. Ударные вертолеты Ми-28 – 90 единиц. Многоцелевые вертолеты Ми-8 – 530 бортов. Тяжелые транспортные вертолеты Ми-26 – 40 машин. Многоцелевые вертолеты К-226 – 35 единиц. И многоцелевые вертолеты «Ансад» – 30 бортов. Армия России имеет меньше винтокрылых машин – всего около 1500 единиц. Против 2000 – в армии США. В то же время большая номинкатура противовоздушных систем обороны уравнивает количество вертолетов. В качестве ЗРК малой дальности армия США применяет «Эвенджер». Это «Хаммер» с ракетами «Стингер». Всего зенитных ракетных комплексов ближнего действия у армии США насчитывается 700 систем. У России стоят на вооружении ЗРК ближнего действия «Стрела-10» – дальность до 5 км, количество 400 единиц. «Тунгуска» – дальностью до 5 км, 250 комплексов. ЗРК малой дальности «Оса» – дальность до 10 км, количество 400 единиц. Система «Тор» – дальностью до 15 км, 120 единиц. «Панцер-С-1» – 40 комплексов, дальность до 20 км. Всего 1200 систем против 700 у США. Для уничтожения воздушных целей, завоевания господства в воздухе над противником, а также для сопровождения бомбардировщиков, транспортных самолетов применяется истребительная авиация. Штаты имеют самолеты F-15 – 518 единиц, многоцелевой истребитель F-16 – 910 бортов, F-22 «Раптор» – 176 единиц, F-35 – 27 экземпляров, всего 1630 истребителей. Российская истребительная авиация состоит Су-27 – 360 самолетов, Су-30 – 51 самолет, Су-35 – 36 единиц, МиГ-29 – 184, МиГ-31 – 120 самолетов, всего 750 истребителей. Опять же, противовоздушная оборона США состоит из 1100 зенитно-ракетных комплексов «Патриот» и 40 комплексов «ТХАТ» – всего 1150 систем. Россия имеет на вооружении комплексы С-300 в количестве 2100 систем, С-300В – 200 систем, С-400 «Триумф» – 150 и комплексов средней дальности «Бук» в количестве 350 единиц. Всего 2800 систем против 1150 у армии США. Для уничтожения ракетных ядерных средств, важных объектов, поддержки сухопутных войск, обеспечения пролета авиации, десантирования и поддержки десантов применяется фронтовая авиация. На вооружении ВВС США стоит А-10 «Тандербол-2» – 289 экземпляров и локот С-130 – 25 единиц. Всего 314 самолетов фронтовой авиации. На вооружении ВВС России стоят Су-24 – 21 единица, Су-25 – 200 бортов и Су-34 – 71 самолет. Всего ВВС России насчитывается 292 самолета фронтовой авиации. Для нанесения бомбовых или ракетных ударов по стратегическим значимым объектам, расположенным на территории враждебного государства, применяются стратегические бомбардировщики. У ВВС США на вооружении стоят стратегические бомбардировщики B-1B – 63 самолета, B-2 – 19 и Boeing B-52 – 72 борта. Всего 154 самолета. У ВВС России стоят на вооружении Ту-22 в разных модификациях в количестве 40 самолетов, Ту-95 в количестве 38 бортов и Ту-160 – 16 единиц. Всего 94 самолета. Подведем итоги. Личный состав, включая резерв США – 2 миллиона 270 тысяч. Россия – 4 миллиона 250 тысяч человек. Танки – 8 тысяч 900, 20 тысяч 800. Боевые машины – 30 тысяч 870, 36 тысяч. Самоходная артиллерия – 1 тысяча 900, 6 тысяч 500. Реактивные системы залпового огня – 1270, 4 тысячи 500. Буксируемые гаубицы – 907, 7 тысяч. Вертолеты – 2 тысячи, 1500. Зенитно-ракетные комплексы ближнего действия – 700, 1200. Истребительная авиация – 1630, 750. Фронтовая авиация – 314, 292. Стратегические бомбардировщики – 154, 94. Зенитно-ракетные комплексы среднего и дальнего действия – 1150, 2800. Всего США имеет 49 тысяч 742 единицы техники. В то время Россия имеет 81 тысячу 436 единиц техники. Из первого курса военного училища известно, что для ведения наступательной операции необходимо иметь трехкратное численное преимущество. Ни одна из сторон такого преимущества не имеет. В то же время из цифр видно, что Россия имеет численное преимущество для контрудара. В случае агрессии. На конец 2014 года численный состав развернутых носителей ядерного вооружения составляет у России 528, у США 794. На развернутых носителях имеется боеголовок. У России 1643, у США 1642. Всего развернутых и неразвернутых носителей у России 911, у США 912. Российский военно-морской флот, армия и ОВС интенсивно обновляются. Естественно, те же процессы имеют место и в американских вооруженных силах. Приоритетом нашей стратегии является оборона рубежей, а это дает нам значительное преимущество. Основной источник о количестве техники – Википедия. Ссылка в описании.